Честно говоря, когда я согласилась на ваше интервью, я поняла, что уже больше тянуть невозможно. И я не могла, я не могла начать об этом разговаривать, мне хотелось вспоминать только о хорошем. И я решила, что лучше всего будет, конечно, рассказать здесь один раз и уже больше не возвращаться к этому вопросу. Потому что это, честно, очень больно вспоминать, какая у него была реакция. Он эту правду скрывал от меня. То есть мы боялись друг друга ранить, и я скрывала от него, а он скрывал от меня. Но каждый про себя, кажется, знал, что шансов нет. Всем привет! Я Тимур Баламбетов. Добро пожаловать! Это мой канал и очередной выпуск, честно говоря. До того, как мы начнем, хочу вам напомнить, что мне очень важно, чтобы вы подписывались, чтобы вы ставили лайки и комментировали, потому что это помогает двигаться дальше и вообще понимать, что вам интересно, а что нет. Поэтому прямо сейчас нажмите на подписаться, колокольчик. Ну и если интервью вам понравится, обязательно нажмите на лайк и оставьте комментарий. Сегодня очередной разговор с очередной неординарной личностью. У меня сегодня в гостях девушка, которую вы полюбили благодаря потрясающим ролям и образам, которые она донесла, показала вам на экране. Запомнили вы все ее и полюбили. Как Алию Телеборисову. Но обо всем по порядку. У меня в гостях сегодня Алия Анорбек. Добро пожаловать! Спасибо, Тимур, за такое представление. Очень рада вас видеть. Очень приятно. Очень рада вас видеть. И я крайне редко работаю в Астане, снимаю выпуски, поэтому я сегодня, особенно для меня такой день радостный, что мы говорим с вами, снимаем в другом городе. Спасибо, что согласились. Спасибо за приглашение. Я тоже очень рада, что вы сами прилетели сюда, в Астану, отлично отдохнули в Боровом, с супругой, с семьей. Это правда. Я надеюсь, что вы хорошо проводите здесь время. Да, ну, холодно, конечно. Вы же знаете, что мы, ну, вы-то сами из Алматы, вы избалованные тоже в прошлом погодой и теплой зимой. Я уже привыкла. Да, но сейчас вы уже здесь и полностью привыкли. Я не могу, конечно, не начать наш разговор с обсуждения кино, вашей главной профессии, вашей любви. И, конечно же, именно благодаря вашим ролям, как я уже сказал, вас знают, помнят, скучают. Вот, и вы попали прямо вот в сердце нашего зрителя благодаря нескольким ролям. Это и сериал «Ага Индэ», и «Жалжирек Мамбала», конечно же. Вот, затем было очень много других и сериалов, и фильмов, ролей «Дочь Чингисхана» и так далее. Но последние несколько лет вы, как актриса, не совсем активны, если я правильно понимаю. Расскажи мне, последняя роль какая была, которую вы играли? В 2019 году крайние съемки проходили на площадке сериала «Жалжирек». Тогда у моей доченьки было несколько месяцев, я только родила, и приступила к съемкам этого сериала. А после я не могла уже принимать никаких предложений, я хотела уже немножко более, больше в семью уйти, вот, и дала себе, скажем так, декретный отпуск. Ну, классно, здорово. Вы пересматриваете свои фильмы, свои сериалы? Честно скажу, нет, но иногда у меня детки просят, «Мама, мама, я хочу тебя увидеть», но они знают, что я актриса, и я снималась в кино, и как-то показывали им, и, соответственно, они сейчас уже просят иногда им показать. Где я играю. Что просят больше, что им нравится? Какая роль? Какой фильм? Я показывала им «Жалжирек Момбала», именно вот те отрывки, где я снималась. И мне старшая дочка спрашивает, мама, а кто это рядом с тобой? Ревнует? Ну, видимо. Им же еще непонятно, почему рядом с мамой другой какой-то мужчина. Что за дядя? Ну, я стараюсь объяснить, что мама актриса. Это вот такая вот работа. Здорово. Вы когда вспоминаете свои роли, смотрите назад, есть какие-то роли, за которые вам, может быть, неудобно, или вы хотели бы их сыграть по-другому? Вот, будь шанс переиграть их, сделать лучше. Наверное, нет, потому что это ведь опыт. То есть я не могла бы переступить через это и начать сразу сниматься так, как я бы хотела. То есть я должна была пройти через это, чтобы набрать какой-то определенный опыт. Уже на основе вот этих моих ошибок я могла в дальнейшем улучшить свои актерские способности. И плюс ко всему этому я отучилась в Ньюрсской академии, и это мне очень помогло. И я думаю, что я выросла в актерском плане очень хорошо за этот период пребывания в Штатах. Поэтому я не жалею, я верю в то, что любой опыт, он полезен, он имеет место быть в вашей жизни. И это просто судьба. Я бы не хотела ничего менять. Да, здорово. Хочу вот как раз-таки Нью-Йорк Филм Академия у вас спросить, потому что есть разные взгляды и отношения к этой школе, к этому заведению. Кто-то считает, что это отличная возможность получить новые навыки. Кто-то относится к этой школе как к обычному платному заведению, в которое, если ты платишь, ты можешь учиться столько, сколько хочешь. Туда достаточно широкий коридор вообще, чтобы поступить туда. Это отбор достаточно простой, насколько я понимаю, после разговоров с различными и актерами, и режиссерами, которые туда поступали. Ваше мнение какое? Что вам эта школа дала? И советуете ли вы ее вообще? Эту школу я однозначно советовала, потому что там безупречный преподавательский состав. Эти люди, они не просто преподают, они практикуют то, что они преподают. Они сами снимаются. Не просто теоретики, да? Да, они сами снимаются, работают в этой сфере, там, в Голливуде. И они могут на своем опыте что-то нам передать, научить нас именно каким-то современным тенденциям, как пройти кастинги, возможно, даже познакомить с необходимыми людьми. Также у них каждый месяц проходили большие мастер-классы с очень известными личностями, актерами класса А. И у Нью-Йоркской киноакадемии есть контракт с Universal Studio, то есть мы могли там, на вот этой огромной площадке, где снимались такие блокбастеры, как Spider-Man, Batman и так далее, могли снимать там свои короткие метры и сниматься там. Плюс этой школы еще в том, что, когда вы поступаете именно на актерские курсы, вас обучают не только по актерской части, но еще обучают вас монтажу, продюсированию, режиссуре, операторскому искусству. То есть они считают, что актер, он должен быть разносторонним, он должен знать ту кухню, которая за камерой. К примеру, очень важно знать, как это потом в итоге смонтируется, правильно? И я обожаю монтировать, до сих пор я это делаю, и я благодарна этой школе, что они меня научили этому. Плюс я получила огромное удовольствие работой, работой именно на этой площадке Universal Studios. Я без ума от этой школы, и я бы в будущем, если я запланирую, конечно, снова полетела и выбрала именно ее. Здорово. Я понимаю, вы сейчас сказали, что вы взяли перерыв, потому что дочки, семья, декрет и так далее. Вы следите за нашим кино вообще? То есть или вы полностью, так как вот сейчас у вас доступа такого нет, вы выбрали немножко другое, или вы вот, чтобы не расстраиваться, особо не вдаетесь в подробности? За картинами, которые выходят, за тем, что происходит в индустрии вообще? Я скажу честно, какие кастинги проходят, я не слежу, потому что у меня задача другая была, и это пока меня не интересовало, но сейчас я, дай бог, уже понемножку буду входить в колею. Затем какие фильмы выходили, конечно же, мне нравится наблюдать за работой моих коллег, и многие из них я пересматривала во время пандемии особенно, и мне они нравились, некоторые нет, не особо, некоторые меня очень даже обрадовали. Какие фильмы за последние два года, по-вашему мнению, достойны внимания, так вот вам понравились лично? Я заметила, в последнее время тенденция идет больше к комедийным фильмам, и мне очень понравился фильм Куралай Анарбекова, и мы вместе снимали Жоржи Рекманбала, «Брат или брак», честно скажу, мне очень понравилось, я так смеялась, наверное, я так не смеялась, наверное, очень долгое время. Первый или второй? И первая, и вторая часть. А, опи понравились, класс. И моему супругу тоже, хотя он очень далек от этого, он больше такой англоязычный, наверное, ему нравятся западные фильмы, и песни, вот, но ему очень понравились эти фильмы, а плюс еще Нуртаса Тамбаева, фильмы ему понравились, и мне тоже, которые вот выходили в последнее время. Но это пока все, что я вот видела. Жаннам, ты не поверишь, не смотрели? Еще нет, вот мне очень хочется посмотреть. Смотрите, да, да, это очень необычно для нашего кино в целом, это такой прецедент, ребята большие молодцы, потому что там очень крутая команда в целом работала. А он вышел именно такой период, когда, честно говоря, мне не было не до фильма. Да, не до кино. Поэтому, да. Но я планирую посмотреть, может быть, даже сегодня получится. А, ну вы по кадру скучаете по работе в кино? Да? Да, даже интервью с вами уже меня окрыляет, потому что, честно говоря, я долгое время не давала полноценного интервью. Мы сейчас пытались посчитать, более 8 лет у вас не было вот такого основательного интервью. И мне очень нравится эта вся атмосфера. Она меня заряжает, вдохновляет на новые какие-то свершения. И в целом я чувствую себя в своей тарелке, когда я снимаюсь в фильмах. И дай бог, дай бог я вернусь и продолжу свою актерскую деятельность. Я думаю, иначе быть не может. Ну потому что вообще вся ваша жизнь, вся ваша карьера, конкурсы с самого детства, то есть все вело к тому, чтобы вы все время сияли на сцене. Будь это кино, будь это вокал, все что угодно. И сейчас к этому идет, если я правильно понимаю, вы, помимо всего прочего, сейчас еще начинаете участвовать в шоу «Екзлебез». Верно, да, это пение, в принципе, это была моя любовь с детства. Мне всегда нравилось петь. А в последнее время особенно пение, это как своего рода самовыражение. И я очень рада возможности, которым выпало мне участвовать в этом шоу. Я надеюсь, что у нас все выйдет. Моим партнером является Алишер Каримов. Субтитры сделал DimaTorzok Для тех, кто не знает, «Екзлебез» это шоу, которое идет в прямом эфире на канале «Казахстан». И это музыкальный конкурс, соревнование, где соединяются в одной паре профессиональный вокалист и непрофессиональный. И там много пар, которые друг с другом состязаются, чтобы победить. Что получает победитель? Наверное, зрительская любовь и все. Вроде бы так. Ну вы как вообще решились на такой конкурс? Все-таки там нужно все время петь, петь, петь. Как вы готовились? Как вы приходили в вокальную форму? Страшно это вообще? В прямом эфире петь. Вы знаете, это, наверное, да, даже больше как челлендж. Ага, вызов самой себе. Да, вызов самой себе на своего рода выход из зоны комфорта. В принципе, мы всегда должны делать вызов каждый раз самому себе, чтобы двигаться вперед. И я думаю, что этот конкурс даст мне многое. В основном это выход моим эмоциям. И это основная причина, почему я хочу участвовать в этом конкурсе. Ну, удачи вам. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы с Алишером победите. Дай бог. Хотя я знаю, что в этом сезоне, вот вы мне рассказали, очень сильные участники. Борьба будет. Не на жизнь, а на смерть. Но темы интереснее шоу. Всегда темы интереснее шоу. Я думаю, что зрители будут следить. Особенно те, которые по вам соскучились. Чем вы еще занимаетесь сейчас? Помимо участия в конкурсе, в воспитании дочерей, что еще вы делаете? Ну, наверное, я вот даже могу сузить. Вот основной источник дохода сейчас, Алия Норбек, он откуда? У меня нет пока постоянного источника дохода, но я работаю над этим. И в скором времени я выйду на него благодаря работе в одной компании. Если зрителям будет интересно, они могут пройти ко мне на страницу в Инстаграме и уже подробнее разузнать, где же я работаю. Это очень красивая компания, где дарится только положительные эмоции, красота, общение с женщинами, с успешными женщинами, самодостаточными. И я очень рада, что я там работаю сейчас. Ну, ждите пробку в директе. Я думаю, вам сейчас после такого описания девушки начнут, женщины начнут писать, спрашивают, что же вы такое там делаете. Я открыта ко всем вашим вопросам. Ну, прекрасно. Спасибо большое, что рассказали. У вас две дочери. Алиша и Амелия. Расскажите о них, пожалуйста. Мои дочери, они уникальные девочки, конечно. Наверное, каждый родитель будет так рассказывать о своем ребенке. Алиша четыре годика, и она смышленая и мудрая не по годам. А Амелия, она абсолютно другая. Она такая... Такая она задорная. Правда, у меня просто старшая дочь, она такая очень серьезная. А Амелия, дай повод, она уже в таком возрасте, ей даже двух лет нет. Она любит поприкалываться и такие глазки хитренькие делает. Я иногда поражаюсь, господи, тебе два года или как? Они сейчас ходят в садик у меня. До этого я, честно говоря, жалела их, не отдавала. Почему? Потому что у меня старшая дочка, она очень... Да, в принципе, они обе ко мне очень привязаны. И когда я их оставляла где-нибудь, в основном старшую дочь, она плакала очень сильно. У меня сердце не выдерживало. И, конечно, я не могла это пережить. Для меня это было больше эмоциональный какой-то шок. И только-только вот недавно я решилась ее отдать в сад. И, соответственно, когда ты обретаешь какую-то внутреннюю уверенность в себе, тогда и ребенок успокаивается. И я это вот ощутила очень ярко. Вот они очень-очень хорошенькие, ангелочка. Ваши друзья рассказывают, что Алиша, ваша старшая, она очень особенная в том смысле, что она педантичная, несмотря на возраст. Это правда. Ваш друг рассказывает, что как-то он ее одевал, и вот он что-то неровно ей застегнул, неровно ей заправил, и она прямо не приняла этот вариант. Она сказала, нет, откуда это? Знаете, это правда, но она похожа на своего отца. В каком плане? То есть у него не было каких-то, конечно, таких дончиков в плане одежды. Да. А он всегда любил, чтобы все было четко, на работе, в семье, в отношении к друзьям. Всегда у него все было запланировано, все путешествия очень был педантичным. И, видимо, Алиша пошла в него. Она даже, когда ложится спать, одеяло должно быть ровно выстиланное, и она должна вот так вот лежать. Ровно. Боже, ну что за солдатская какая-то... Как это сказать? Ну, в общем, она очень-очень... Выправка такая, да? Да, выправка. Очень педантичная. Интересно. Вы не такая? Нет, я не думаю, что я такая. Иногда, конечно, это выводит из себя, и я стараюсь. Возьми себе руки. Возьми себе руки. Я даже приобрела курсы по воспитанию, и думаю, боже, наверное, что-то не так делаю. Почему она так себя ведет? В общем, в итоге здесь нужно уже маме просто успокоиться, а перетерпеть этот, видимо, момент какой-то, кризис, может быть, какой-то возрастной, и представлять, что все хорошо, все нормально, мы оденемся, благополучно выйдем из дома. Потому что выход на улицу, то у нас целая эпопея. Ритуал. Ритуал, да. А Амели не такая? Амели нет, она спокойная. А Амели тогда больше с кладом характера в вас? Наверное, да. Наверное, на меня похоже. Ага, ну, здорово, здорово. Сказали, что читаете книгу сейчас для того, чтобы, наверное, там более осведомленно воспитывать дочерей. Чему вы учитесь? То есть что для вас важно в них положить, им передать? Я хочу, чтобы они были очень уверенными. Я стараюсь. То есть основное то, что я представляю, как взрослых людей. То есть вы со взрослыми людьми бы так себя не вели, не кричали бы на них, да? А-а-а. Я пытаюсь считаться с ними, чтобы они в целом в будущем были уверены в себе и не позволяли никому с собой обращаться как-то недостойно. Это все с семи, конечно, начинается. Еще у них интересное есть упражнение. Я проходила один марафон, и основная идея была «мама, не кричи». Ну, я в целом не кричу, но иногда, честно, очень хочется. Я думаю, все, наверное, надо покупать этот марафон. Я на грани. И там есть такое очень тяжелое упражнение, где два взрослых представляют, что один из них ребенок, а другой взрослый, который кричит на него. И тот взрослый, который играет роль ребенка, он должен говорить, «мама, пожалуйста, не кричи на меня, я так боюсь, мне так страшно, пожалуйста, мамочка, я тебя так люблю, пожалуйста, пожалуйста, не кричи». Вот представляете, аж в смс сразу хочется заплакать. Ну да. А тот второй взрослый должен кричать на него «вот, ты такая-сякая, почему ты меня не слушаешь? Сколько тебе можно говорить?» И вот, ну, то есть все возможные слова, которые априори мог бы сказать ребенку. И после такого упражнения все встает по своим местам в голове. И ты понимаешь, да, то, что это тоже люди. Да, они дети, но… Но оттого еще более хрупкие. Да, мы в ответе за них. И я просто очень боюсь сделать ошибку какую-то в воспитании. Тем более сейчас я чувствую двойную какую-то ответственность. Поэтому мне очень нужны эти знания. И эти знания дают мне, соответственно, какую-то внутреннюю уверенность. Отлично. Слушайте, ну, прям потрясающая мысль. Потому что, по-моему, вот сейчас, особенно после прошлого года, когда для страны, для общества очень был вообще такой вот напряженный период. И очень легко родителям забывать иногда, что вот это важные моменты. Что нужно прислушиваться, быть более чутким, себя иногда успокоить, но ребенку позволить быть ребенком и наслаждаться детством. Ну, там не только нужно позволить все, что ты хочешь делать – делай. То есть ребенок нуждается в границах. Это для него же нужно. Но они должны устанавливаться очень как-то мягко, тактично. Так, чтобы это было безболезненно. Но они ему необходимы, просто как воздух. Когда вы гуляете со своими доченьками, проводите время, вас в Астане узнают, подходят, спрашивают, как дела, чем вы занимаетесь? Или вот это вот очень популярное «Куда вы пропали?» В Астане на улице очень редко встретишь людей. Это правда. Поэтому мы в основном в городе, в одиночестве гуляем во дворе. И у меня дочка спрашивает, «Мам, где дети? Почему их нет?» Потому что очень холодно, и все сидят по домам. Ну, а так, да, конечно, иногда подходят. И мне очень приятно. Я с радостью фотографируюсь, если просят. И рассказываю детям, почему так люди подходят. Они уже, по-моему, привыкли. Ага. С чем вы связываете вот эту огромную любовь зрителя к вам после роли в «Жал-Журе Кумбала»? Почему именно эта роль? Почему вот такая волна огромная была просто? Я думаю, что моя героиня, она олицетворение чистоты, искренности. И чего не хватает, наверное, в современном мире. Мужество, любви. Любви к своей родине, к своим родным людям. Я думаю, поэтому они очень ее полюбили и запомнили. Я тоже в нее влюблена. Да. Хотя уже столько лет прошло. Десять лет. Уже десять лет. Десять лет в двадцать первом году. С тех пор, как вышел фильм «Жал-Журе Кумбала». Угу. Удивительно. И все еще на устах. Все еще я иногда натыкаюсь в инстаграме. Делают нарезки к праздникам влюбленных там и так далее. Или просто, чтобы продемонстрировать. Мне кажется, вот то, что вы сказали, правда, это демонстрация того, что казахская девушка, казахская женщина, она не просто робкая, покорная, прислуживающая. Как очень часто, к сожалению, сейчас пытаются выставлять наших женщин, степных наших казахских женщин. А действительно мужественная, разносторонняя, со своим внутренним стержнем, со своим «я», мнением. И это так классно просто. Я хочу в связи с этим спросить у вас. Несколько лет назад очень серьезное началось обсуждение. И на свет вышли детали в Соединенных Штатах касательно Голливуда, как устроены дела, того, что все контролируют мужчины, все решения принимают мужчины. И очень много было харассмента, истории, когда актрис вынуждали соглашаться на некоторые очень неприятные вещи. Вы в карьере когда-нибудь с давлением сталкивались, потому что вы девушка, юная, вами манипулировали, указывали, что делать, не соглашаешься, убирали, вырезали, не позволяли делать то, что вы хотите. Было такое у вас? Мне посчастливилось не столкнуться с этим, потому что я начала очень в раннем возрасте выходить на сцену, сниматься в кино. Первый мой сериал был «Агаин Дэл» Хана Сатаева, и мне тогда было 15 лет. Я думаю, что те дети, они оставались детьми очень долго, нежели сейчас. Тогда у меня просто, наверное, розовые облака были в голове. Ну, я просто была ребенком. Да, да. И оставалась долгое время ребенком. Поэтому меня даже прозвали «Малышка». Ну, настолько я, видимо, была такая. Ребенок ребенком. И, соответственно, к моему счастью, я не столкнулась с такими вот предложениями, очень унизительными. А в «Голливуде», да, я знаю, что там многие актрисы и актеры, даже им приходится проходить через все это. Там даже есть огромная кровать на холмах. Как будто бы через нее проходят все актеры и актрисы. Ужас какой. Да. Это даже как местная достопримечательность. Какой страшный символизм вообще. Просто кошмар. Ну, слава богу, что не пришлось с таким сталкиваться. Здорово. А за матов в руку он не переживал? За то, что вы в этой профессии всегда на виду, всегда поклонники? Или он полностью был в себе уверен, и его это не беспокоило? Он был уверен в себе. Я была уверена в себе. Когда мы познакомились, мне было 18 лет. И я просто безумно рада, что я его встретила именно тогда. И он меня всегда окружал заботой, защищал меня. Он всегда был рядом со мной. Поэтому это тоже один из самых важных, скажем, даже, наверное, самый важный фактор в том, что мне не пришлось сталкиваться с такими унизительными предложениями. Он был моим даже юристом. В провести он юрист. Да. Через него проходили все договора, все договоренности с продюсерами. Он мне помогал. Защищал вас все время, все ваши интересы соблюдал. Здорово. Ну, вы писали, что с Азаматом вы познакомились в соцсетях. Да, недавно я решила раскрыть эту тайну. Честно говоря, это не было тайной. Но я просто стеснялась рассказывать. Ну и понятно, раньше же вообще было так, что в соцсетях знакомиться только с маньяками. Да. Это было так очень несерьезно. Да. И для меня это было в особенности. А сейчас даже наши бабушки в соцсетях аккаунты завели себе. Да, у меня мама, кстати, тоже в инстаграме сидит и наблюдает за мной. И папа. Раньше это не было так распространено. Поэтому я во всех интервью говорила, что нас познакомили друзья. На самом деле мы познакомились в соцсетях. Тогда еще существовал агент ВКонтакте. И мы вот переписывали с ним некоторое время. А потом он как-то предложил мне встретиться. А я, честно говоря, не ожидала. Я думала, ну, что продолжим общаться. И меня все это устраивало. Но он уже нравился вам? Или еще нет? Или это была дружеская переписка? Это была дружеская переписка. Он был очень таким тактичным джентльмен на самом деле. Мы просто с ним общались. Мне нравилось, как он себя вел, как он себя держал. И на самом деле все, кто его знает, они знают его очень чутким, очень сдержанным по отношению к женскому полу и в целом к людям. И когда он предложил мне встретиться, я была не уверена, я хочу этого или нет. Для меня это было что-то такое новое, впервые. И вы обычно боитесь чего-то нового, правильно? Я думала, лучше всего я, наверное, откажусь. Легче всего отказаться. Но потом я показала своей сестре переписку с ним. И она, видимо, в него влюбилась тоже сразу. И говорит, иди, иди на свидание. А я такая, точно? Ты меня отпускаешь на свидание с парнем? И она говорит, ну да, он тебя приглашает, тем более в дневное время. И это внушило в нее доверие. Потому что в основном мужчинам, наверное, что-то другое, наверное, нужно. И они приглашают вечером. Но я не знаю, почему она тогда так внушила, в нее так это внушило доверие. И она сразу, видимо, почувствовала интуиции, что он хороший, он порядочный. И я встретилась с ним. Помню, как он просто выпорхнул из машины. Такой весь с его оборожительной улыбкой. Я, честно говоря, даже растерялась. Я не привыкла, чтобы люди вот так вот себя полностью открыли кому-то неизвестному. Мы же ведь друг друга еще не видели даже. И я сразу почувствовала, какая у него открытая, легкая энергетика. Мы с ним поехали в японский ресторан Сумасан. И тогда мне мама писала, где ты, все хорошо, кто, что вы делаете, все нормально. Я говорю, да, мама, нормально, все хорошо, успокойтесь. Не, ну это достаточно понятное переживание. И в итоге, конечно, он пригласил меня на второе свидание. Я согласилась, и мы пошли смотреть фильм «Сумерки». И вы представляете, он тогда после фильма предложил мне полететь на эту виллу в Бразилию. Которая была в фильме. Которая была в фильме, где они проводили медовый месяц. И я так была удивлена. Это второе свидание, да? Второе свидание. Что? Куда? В Бразилии с тобой? Я отказалась тогда, конечно же. Ну, потому что я не представляла себе, как я скажу своим родителям, я полетела в Бразилию. Но с его стороны это было так легко. А давай поедем в Бразилию? Нет, не поедем. Ну, по жизни он всегда себя так вел. Он мог просто посмотреть билеты на выходных. А полетели в Париж? И я уже была на его волне. И всегда поддерживала его... Авантюризм? Его авантюризм, безбашенные идеи. А давай полетели. Он, правда, очень спешил жить. Пытался не упустить все прелести жизни. Прекрасно. Да, я слежу за вами в Инстаграме. И я вижу, что вы сейчас делитесь огромным количеством воспоминаний. Очень ярких, очень светлых. И рассказываете о нем, об азамате. Я, конечно, не могу не воспользоваться моментом, чтобы лично выразить вам соболезнования по поводу вашей утраты. Спасибо. Да, безвременный. И я понимаю, что это очень сложный вопрос, непростой. И с другой стороны, понимаю, что вы тоже хотите его вспоминать. Вы тоже хотите о нем говорить. Честно говоря, когда я согласилась на ваше интервью, я поняла, что уже больше тянуть невозможно. Так как я не была готова рассказывать об этой части нашей истории. И мне нужно было время. Но я благодарна, конечно, всем людям, кто выражал слова соболезнования, кто поддерживал. Спасибо вам за ваши добрые слова, за то, что вы так отнеслись с пониманием. И, конечно же, я понимаю это любопытство, потому что многие спрашивали, от чего же он умер. И я не могла, я не могла начать об этом разговаривать. Мне хотелось вспоминать только о хорошем, о наших путешествиях, о том, как мы проводили с ним время, о нашей любви, о нашей жизни, об истории нашего знакомства. И я думала, вот-вот, я, наверное, скоро буду готова, я буду готова. Но я так поняла, что никогда к этому не подготовишься. И поэтому площадка в Инстаграм меня не устраивала, потому что такое ощущение, как будто ты просто в пустоту слова опускаешь. А здесь располагает атмосфера, и передо мной ты, который слушает меня. И я решила, что лучше всего будет, конечно, рассказать здесь один раз, и уже больше не возвращаться к этому вопросу. Потому что это, честно, очень больно вспоминать. И я буду просто в будущем говорить, что вот, если вам интересно, вы можете посмотреть это видео. Но я предупреждаю, что здесь у вас есть возможность поставить паузу, отключить или перемотать, потому что я знаю, что это тяжело смотреть, слушать. И эта возможность у вас есть. Спасибо тебе, Тимур, что ты организовал такое интервью, где я могу излить душу. Тебе как психологу. Спасибо большое за доверие, спасибо за смелость, за то, что ты всё-таки решила это сделать. Я, если я правильно понимаю, в начале 2020 года вы узнали о том, что азамат болеет, и мы поставили диагноз. Или это было раньше? Позапрошлом году в декабре. А, в конце 2019. В конце 2019 он почувствовал слабость. Обычную слабость. Он также продолжал ходить на работу. Не было какой-то аномальной слабости. Просто человек как будто бы не выспался. Человек утомился. Недомогание. Недомогание. И ещё в этот период у нас заболела дочка Орвей. И я думала, может быть, заразился. Нужно время. И как раз я проходила обучение по питанию. И там говорили, что нужно каждый год сдавать анализы. Какой-то определённый список анализов. Я говорю, давай мы сдадим, воспользуемся случаем. Мы пошли сдали вдвоём эти анализы. И ты не представляешь. У него онкомаркеры, печёночные показатели. Они были завышены в 100 раз. Я не помню точно. Но было аномальное какое-то завышение. И мы сразу же обратились к врачу. Некоторое время, буквально несколько дней, мы подождали. И получили результаты анализа. Соответственно, пошли к врачу. Она сказала, чтобы мы сделали УЗИ. УЗИ ничего не показало. Но хорошо, что нам попался хороший УЗИ. И она отправила его на МРТ, дальнейшее обследование. И тогда уже видно было, что есть какое-то образование или нарост паразитарного характера. Непонятно. Для этого нужно было сделать биопсию, чтобы уже точно подтвердить диагноз. И у него была командировка в Абу-Даби. И 1 января мы решили сразу там провести полный чекап. Потому что этот вопрос, конечно, он очень серьёзный. И мы решили совместить и его командировку, и обследование. А также наш отдых. Потому что у нас не было, честно скажу, не было у меня никакого ощущения, что что-то плохое надвигается. Видимо, так срабатывает психика. И она так срабатывала, кстати, несколько раз на протяжении всего периода. Мы практически месяц обследовались, сделали один раз биопсию. А это такая сложная процедура. Ты должен именно попасть в это образование. Если ты попадёшь на сантиметр выше, ниже, в какую-то другую область, то ты, соответственно, вытащишь другую ткань, и это не подтвердится. И ему пришлось сделать две биопсии. И тогда они подтвердили, что это злокачественная опухоль. И это был рак желчеводящих путей. Мы вылетели в Алматы, рассказали его родителям. Моим родителям я сказал, что это доброкачественная опухоль, всё хорошо, потому что, честно говоря, я боялась за маму, потому что она очень эмоциональная. Его мама? Моя мама. Она очень эмоциональная, и я не хотела, честно говоря, лишний раз подвергать их тоже этому потрясению. Но, честно говоря, доброкачественная опухоль тоже их особо не утешила. Они всё равно переживали сильно. Его родителям мы сказали сразу. Его мама вылетела с ним в Германию. Там их уже ждали для операции. Они провели операцию по резекции печени и удалили им около 80% печени, всю поражённую часть. И после операции он быстро восстановился. Провели повторное МРТ, и всё было чисто. Его выписали здоровым. Это какой месяц уже, 20-го года? Это был февраль. Февраль 20-го года. Это был февраль месяц, и его выписали здоровым. Врачи сами были поражены, и они были так счастливы, потому что они спасли, по сути, пациента, и они были за него очень рады. Через некоторое время мы прилетаем к нему, чтобы отпраздновать первый год рождения Амелии. В Германию. В Германию мы прилетели. И для его, чтобы он мог восстановиться, мы улетели в Ниццу, на Францию. Он ещё любил всегда находить связь во всём. Он говорил, Амелия – это французское имя. Мы должны отметить её день рождения, на родине её имени. И так и получилось. Мы прилетели в Ниццу. Он взял в аренду машину, сам нас возил. Мама была рядом с нами. Мы ездили в Канны, в Монако. То есть он пытался, опять же, в своём репертуаре показать нам всё, что мог. Обрадовать нас, вводил нас в лучшие рестораны. То есть он заботился о своих девочках, как умел. И в итоге мы возвращаемся в Казахстан. Буквально ненадолго он успевает неделю походить на работу. И объявляет, что скоро будут закрыты все границы. А для его реабилитации желательно было очень много ходить, гулять пешей прогулкой, дышать воздухом. И мы решаем полететь в Дубай. И ты не представляешь, мы вылетаем в 6 утра, а в 8 часов утра закрываются границы. Мы успеваем вылететь, и закрывают нас на локдау. Там просто сказка, конечно. Он мог гулять. Он мог дышать морским свежим воздухом. Есть свежие фрукты, овощи. То есть это период, начало марта, получается, конец марта, апрель, май. Мы пребывали там. Но в мае он почувствовал боли в спине. И мы подумали, что это связано с его таблетированием. Ему прописали химию в таблетированной форме, в щадящей форме, потому что печень бы не выдержала сильную химиотерапию. Но в принципе врачи говорили, что она не нужна. Достаточно этих таблеток. И мы подумали, что это побочный эффект от химии, что, видимо, выявляет какие-то прежние болячки. Он терпит эту боль. Она становится все ярче и ярче. Мы даже ходим к мануалисту. Впоследствии нам говорили, что это было очень-очень опасно, потому что он мог просто сломать ему позвонок. Потому что пошли метастазы. Они пошли в кости. Они пошли по всему организму, в легкие, по всему ЖКТ. И он просто горел на этом МРТ, светился весь. Но мы, опять же, не опускали руки. Это не было в нашем... Не в ваших правилах. Не в наших правилах, да. Мы вылетаем первым же репатриационным рейсом в Германию. Нам везет то, что открывают границу именно для жителей Германии. Мы предоставляем им справку, что мы летим в University Clinic, в Freiburg. Мы улетаем во Freiburg. Нас там встречает наш профессор. И мы сразу ложимся на операцию. Стабилизирует его позвонок. И ему дают некоторое время немножко восстановиться после операции. И начинает сильнейшую химию. Нас, конечно, предупреждали, что эффект от химии будет около 5% шанс. Шанс на выживание около 5%. Но для нас на тот момент это было все. То есть мы не могли упустить этого шанса. И, ты знаешь, для меня эти 5% казались как 95%. Я была уверена, что он выкарабкается, что он сможет, что болезнь уйдет. И я думала, что он же молодой. Он обязательно вылечится. А оказалось, что у молодых клетки делятся намного быстрее, чем у взрослых людей. Поэтому у взрослых людей, пожилых людей шанс на выживание намного выше, чем у молодых. Мы проходим первый цикл химии. И меня приглашает в кабинет наш профессор, врач, его лечащий врач. И он говорит, что у него остается полгода. Что ему химия не поможет. Она более как палиативного действия. То есть она его только может поддержать. Немножко улучшить качество жизни. Возможно, немножко продлить. Я прошу его не говорить ему об этом. Потому что я боялась, что он опустит руки. Но, как оказалось, в итоге он ему рассказал. И знаешь, какая у него была реакция? Он эту правду скрывал от меня. То есть мы боялись друг друга ранить. И я скрывала от него, а он скрывал от меня. И мы такие друг друга успокаивали. Все будет хорошо. Да, конечно, там женщина смогла точно такой же диагноз. Она живет. Раковые клетки перестали делиться. Это классно. Да, у нас все будет отлично. Но каждый про себя, кажется, знал, что шансов нет. И в итоге, в любом случае, психика человека, она такая мудрая. Она все равно заставляет тебя забыть. Блокирует. Блокирует. И дает снова надежду. Ты представляешь? Она снова был какой-то... Открылось какое-то второе дыхание на втором цикле химиотерапии. Когда ему стало неожиданно так хорошо. Ты представляешь? И именно вот это время я прям вспоминаю с удовольствием. Потому что, видимо, это время дал нам Аллах, чтобы он мог насладиться именно последними своими месяцами. Это был предпоследний его месяц. Он смог взять во Фрайбурге в аренду последний вышедший Mercedes S-класс. Он, в принципе, фанат Мерседеса. Мы ездили по всем ближайшим городам. Мы ездили в Кольмар. Прекрасный французский городок. Очень романтичный. Мы пошли туда. Мы сходили в Мишленовский ресторан. Он очень любил вкусно поесть. И чтобы это было очень красиво. Мы гуляли. Ездили на этих гондолах. В Кольмаре есть мини-Венеция. Затем мы ездили в Страсбург. Мы могли просто... В какой ресторан пойдем? Хочется русской кухни. Ну, поехали в Страсбург. Поехали. Даже тогда я не могла сказать, что человек болеет раком. И что ему осталось совсем немного. Ты представляешь? Он собирал все, видимо, свои силы, чтобы только не показывать мне, что ему плохо. И в своем репертуаре показывал мне весь мир. Я даже боялась больше. Наверное, иногда уставала. Говорю, ой, что-то, наверное, сегодня нет. Давай завтра. Он всегда был очень энергичным, очень креативным. Он даже был более творческим, чем я. Я всегда так говорила. И последним городом являлся Штутгарт. Мы успеваем только сходить в музей Мерседес. И там ему становится плохо. Но он садится за руль и везет нас обратно во Фрайбург. И мы ложимся в больницу. Мы не понимаем, в чем проблема. Почему? Ну, все же ведь хорошо было. Почему ухудшение? Почему ухудшение? Мы откладываем третий цикл. А ему не становится лучше. И я уже начинаю чувствовать что-то. И мне сестра... То есть я боялась признаваться в этом себе. Но мне сестра каждый день говорила, Алиюшка, пора, пора возвращаться. Она у меня врач. Казахстан. Да, она у меня врач. И она видела смерть. Она работала с такими людьми, у которых все уже предначертано. Она работала в гемодиализе. И она... Ну, то есть я всегда ей пересылала все наши анализы. Я рассказывала ей, как он чувствует себя. Она уже говорила, что пора, пора. Я не верила. И ей говорю, нет, все нормально. Мы будем дальше бороться. Мы сейчас начнем третий цикл. Все нормально. Вот это просто... Мы отложили химию, поэтому она перестала действовать. Мы сейчас начнем. И ты представляешь, мы делаем первый укол химиотерапии из третьего цикла. Там всего лишь их три. Каждую неделю повторяется. Ему становится еще хуже. То есть она его добивает. Потому что химия, она очень тяжелая. И я не представляю, как он вообще выдержал их. Потому что это ужасные боли. И человек просто очень себя плохо чувствует на протяжении недели, даже больше. И я вообще поражаюсь, как он мог все это выдержать и еще не сделать так, чтобы моя жизнь превратилась в ад. Наоборот, только хорошее, только хорошее, только Алиюшка, иди покушай. Алиюшка, сходи туда. Алиюшка, там... Потому что все равно, когда ты болеешь, даже ОРВИ, и когда даже я сама болею, мне вообще никто не нужен. Ты раздражительный, ты срываешься. Ты, конечно, очень нервничаешь, ты злой. Ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое. Тут человек просто невероятной выдержки. И я просто им восхищаюсь. Его силе воли. Как он это все пережил. И с таким достоинством. Достойный очень мужчина. И достоин своего имени. И в целом он достоин, конечно, самого лучшего места там. И в итоге я слушаю свою сестру. Я понимаю, что уже время. Да, я признала на тот момент, что все, уже надо лететь домой, чтобы он успел встретиться со своими родными, с дочками. И прощаться с ними. И в тот же день мне врач тоже говорит, Альюшка, ты должна забирать либо сегодня, либо ты его не заберешь вообще. Потому что он потом будет просто нетранспортабельным. У него осталось несколько дней. И за нами прилетает санавиация. Забирает нас в срочном порядке. Я извиняюсь. И мы прилетаем в Казахстан. Для его родителей, конечно, это был шок. Они все это время были в Казахстане. И я им очень благодарна за то, что они были с нашими детьми. Я спокойно могла быть со своим супругом. И быть с ним рядом. Я могла не беспокоиться совершенно о своих детях. Была полностью с ним. Могла всю себя отдать только ему. Всю любовь, которую я могла дать ему. Потому что с детьми, конечно, я бы разрывалась. И я очень благодарна им вообще за эту возможность, что я была с ним. в этот период. И я не до конца им, конечно, это все рассказывала. Всегда говорила, все хорошо, все нормально. Потому что люди все равно, они в возрасте. Ты их берегла. И я не хотела, конечно, чтобы они сильно переживали. Но я все рассказывала честно на его сестре Камшат. Но я ощущала тоже, что ее психика тоже ее берегла. И она тоже не принимала эту информацию. Это я сама до конца, честно говоря, ее не принимала. Даже мы, когда прилетели, ты представляешь, ему неожиданно становится лучше. Здесь? Да. А это, оказывается, эффект Доминго. То есть... Поясни, что это. Это такой эффект, когда человек перед смертью, когда возвращается домой, ему неожиданно становится лучше. То есть он отдает уже все свои последние силы, чтобы успеть попрощаться с родными. Такая яркая вспышка в конце, да? Он начинает лучше себя чувствовать, он начинает есть, пить. И это для меня была большая отрада. Мы... Камшат, она... Ему все его хотелки удовлетворяло. Последние дни. Хочешь сорв-пал? Вот тебе сорв-пал. Хочешь на рын? Вот тебе на рын. Водитель не успевает даже ездить, потому что человек хочет есть. Наконец-то. Вот надо воспользоваться этим моментом. И ты представляешь, он был такой очень тоже сдержанный. И... Ты знаешь, все это время нам помогали очень хорошие люди, которые его очень любили. Его шефья. Они просто относились к нему как к своему братишке. Как к какому-то очень близкому человеку. Ты знаешь, даже родственники так не относятся иногда к своим родным, как они отнеслись к нему, к нам, к нашей семье. Они все это время нам помогали, поддерживали нас. и я говорила, потому что я знала правду, ты должен связаться с ними, может быть. Он сказал, нет, я сам сейчас, я все у меня, все будет хорошо, все, все будет хорошо. Я встану на ноги, я пойду сам, пожму руку, поблагодарю. Так, с глазу на глаз. И я уверена, что они знают это, потому что он отправлял, да, аудиозапись до этого еще, что он очень благодарен и признателен за такую колоссальную поддержку. Они поддержали нас даже уже после всего случившегося, всю нашу семью. и до сих пор, представляешь, на праздники детям отправляют подарки, это так очень мило, и я им очень-очень благодарна. Я знаю, наверное, никогда не смогу им отплатить той же монеты, с которой они к нам повернулись. И, видимо, не зря Аллах нам их послал, они очень хорошие люди. Можно я задам тебе вопрос? Его не стала осенью, двадцатого года? Да. Или это был конец лета? Нет, это было осенью. То есть в августе он себя хорошо чувствовал, а 17 сентября его уже не стало. Ты представляешь, такой короткий период, то есть человек может себя абсолютно хорошо чувствовать, конечно, понятно, да, у него было какое-то недомогание, но человек ездил по городам сам за рулем, и тут буквально за несколько дней ему становится резко плохо, нам говорят, у вас осталось несколько дней, для меня это, конечно, шок. И когда мы прилетаем, ему становится лучше, и, конечно, у меня появляется надежда, что здесь мы продолжим его лечение, и он сам говорит, когда у нас следующая химия. То есть он до последнего не сдавался, он до последнего верил. Ну, и ты когда описывала, когда ты рассказывала о том дне, когда его не стало, точнее, даже, может быть, о похоронах, когда его провожали, что ты не плакала, ты держалась, у тебя не было каких-то срывов, да, и так далее. Ты думаешь, это именно поэтому, из-за того, что до последнего момента ты не верила в то, что это может произойти? Нет. Я понимала подсознательно, что это неизбежно. То есть там пошли уже просто необратимые процессы, и я просто ему говорила, все будет хорошо. Он говорил, да, тогда все будет хорошо. Он понимал, что ему осталось совсем немного, и я понимала. Но мы ничего не могли с этим сделать. это все в руках Аллаха. То есть мы просто шли по течению. Мы пытались наслаждаться как только это возможно последними днями, моментами, часами. И он, главное, увидел своих детей. Я, наоборот, их пускала в комнату, говорил, поздоровайтесь с папой. Амелия, папа, папа, привет. А ты знаешь, Алиша, мне буквально вчера она рассказывала, она, кажется, так четко запомнила, как он приехал. и я не знала, что она это запомнила. Вообще-то я даже не предполагала, что она видела это, потому что для меня это было все в тумане. когда мы прилетели рано утром на этой санавиации. И она вспоминает, рассказывает, вот, папа приехал, почему у него не было обуви? А я говорю, ну, доченька, он же лежал, ему не нужна была обувь. Тепло было, он был укрыт. А почему он спал так много? И впоследствии, конечно, после его смерти было очень много вопросов, и я не знала, как ей рассказать об этом. Я не знала, как начать этот разговор с ней. Я просто говорила, вначале, первый раз, когда она спросила, где папа, потому что она увидела пустую кровать и уже не было его там, я сказала, я просто сказала, он в командировке. Она сказала, окей, хорошо. Но я понимала, что так долго не получится тянуть. Особенно со старшей, да? Со старшей. Маленькая, конечно, вообще я еще ничего не понимала. Она еще младше тогда была, ей даже двух еще нет. И знаешь, в следующий раз я ей говорю, папа летает на ковре самолете, он где-то рядом, ты просто его не видишь. И она ухватилась за это и начала всем говорить, что он летает на ковре самолете, что он волшебник. И ты знаешь, она как-то сказала это одной девочке, дочери наших друзей, она немножко постарше, она знает, что это все неправда, таком не бывает. И она немножко усмехнулась. Я тогда поняла, для меня это был такой звоночек, что надо сказать ребенку всю правду. Я записываюсь на сеанс к детскому психологу, и она говорит, что детям нужно говорить всю правду, потому что если вы скажете это позже или скажете не всю правду, они будут потом одни в своих переживаниях, одни в своем горе, когда вы уже перегорюете, а она столкнется с этим только сейчас, и она будет себя чувствовать очень одинокой, и ей нужна правда, потому что потом это будет заново все рассказываться, и она будет говорить, почему ты мне не сказала правду, будет винить меня. Или не дай Бог, если кто-то первым скажет до тебя об этом. услышит это от кого-то, не от меня, не от самого близкого человека. И я была, честно говоря, на тот момент не готова, я думала, как я расскажу всю правду, даже если она спросит, где сейчас папа, и она сказала, что да, ты можешь сказать, что его тело предано земле, но ты должна говорить то, что ты веришь, а я верю в Аллаха, я верю то, что существует рай, рай, куда улетают души, для меня это правда, поэтому я могу с ней поделиться своей правдой. И психолог, она это утвердила, это представляешь, когда мы гуляем на улице, она видит упавшего паучка и начинает кричать, говорит, он умер, он умер, а я, честно говоря, вообще шокирована была, что она в принципе знает это слово, и понимает, что паучка больше нет, что он умер, и я подумала, что это то самое время, когда я должна, наверное, сказать, потому что, ну это опять же, это так же, то есть можно продолжать ждать до бесконечности, когда ты будешь готов, но ты не будешь к этому готова никогда. И это было обеденное время, все детки разошлись по домам, видимо, на обед, на сон, и я беру ее на руки, сажу на коленки, и говорю, доченька, помнишь, я тебе говорила, что папа летает на ковре-самолете, ну это неправда, прости, на самом деле папа умер, он говорит, как он умер, я говорю, он болел, он закрыл глаза, и умер, она говорит, а ты видела, как он умер, я говорю, да, доченька, я видела, а почему я не видела, я тоже хочу это видеть, я говорю, доченька, мы были в больнице в это время, нет, нет, я видела, как он умер, помнишь, он закрыл глаза и умер, нет, говорит, доченька, тогда он просто уснул, тогда он заснул, и она говорит, а где он сейчас, представляешь, этот вопрос, которого я боялась услышать, она задает мне его, и конечно, я сталкиваюсь с этим впервые, и сейчас бы я, наверное, по-другому сделала, я бы не следовала слепо всем советам психолога, возможно, я бы как-то уклонилась, или что, но на тот момент, видимо, я переложила всю ответственность на нее, на психолога, и делала то, что она мне сказала, я говорю, его тело в земле, а его душа на небе, он у тебя будет всегда жить в сердце, он рядом с Аллахом, и она говорит, она говорит, а где в земле, он там, и она видит, как проходят дорожные работы, и копают землю, и она говорит, пойдем, выкопаем его, я говорю, было ужасно сложно ей все это отвечать на все ее вопросы, я говорю, доченька, он не здесь, он в другом месте, а где он, я говорю, он на кладбище, она говорит, я хочу туда поехать, поехали туда, привезем туда котлеты, суп, и он выздоровеет, пойдем его выкопаем, это было ужасно сложно, даже сейчас я вспоминаю, и я просто поражаюсь, как может маленький ребенок задавать такие взрослые вопросы, а это для нее было просто чисто любопытство, психолог мне объясняла, что для нее это не носит никакой эмоциональной нагрузки, то есть для нее это обычное слово, умер, для нее это обычное, вообще понятие, это для нас, это больно и сложно, и плюс в ее возрасте, в том, что она сейчас это узнает, и воспримет так, как она сейчас может это воспринять, воспринять для четырех лет, конечно же, по следующим, она будет спрашивать, и она уже спрашивала, у меня постоянно, был какой-то период, когда она перед сном это задавала по тысячу раз, эти вопросы, почему, из-за чего, а почему, и так далее. Ну, это то, о чем ты тоже говорила, что наш мозг, он нас защищает, и детский мозг тоже, он работает с информацией, которая поступает, и если эта информация травматичная, то он ее как-то вот укладывает все равно так, чтобы не было серьезной травмы для ребенка. Ну, вот возвращаясь к тебе тоже, я хочу тебя просто процитировать, ты, после того, как ты прервала молчание в инстаграме, и стала уже об этом говорить, ты 21 ноября 20-го года написала, так позвольте мне начать ряд своих рассказов, у них есть своя цель, помочь людям, кто в этой помощи нуждается, прежде всего мне самой. Я правильно понимаю, то, что ты вот сейчас регулярно вспоминаешь, рассказываешь, делишься какими-то личными очень вещами, например, как вы познакомились, куда вы ездили, чего ты раньше не делала, это для того, чтобы и тебе тоже пройти сейчас этот процесс, это что-то вроде терапии для тебя? Да, я тогда я ощущала дикую потребность в том, чтобы рассказать людям, какой он был. Ты знаешь, мне так хотелось кричать, что мир потерял такого человека, и я его не идеализировала, я просто рассказывала, каким он был по-настоящему. И когда я вспоминала какие-то наши истории, соответственно, я перебирала фотографии, и это вызывало, конечно, бурю эмоций, я чувствовала и грусть, и радость, но это было мне нужно. и когда я все это выкладывала на лист бумаги, в данном случае в инстаграме, я ощущала, что все, это есть где-то, это не забыто, это будет, это будет для моих детей. Ты сохраняешь память о нем. Да, я потому что боюсь, что я забуду когда-нибудь, потому что человеческая память, она может забыть какие-то детали. В целом, конечно, можно помнить, что был хороший человек, но мне важно было запомнить все детали. И это в первую очередь для моих детей, чтобы они знали, что у них был такой отец, ролевая модель, что это был очень достойный мужчина, и чтобы они в будущем, даже когда будут искать себе партнера по жизни, пару, свою половинку, чтобы они знали, что существуют такие отношения. Чтобы у них был ориентир, правильный ориентир вообще того, кто такой настоящий мужчина, хороший партнер, хороший отец, хороший муж. Он дал им эту основу, он дал всю любовь, и он успел. Он правда успел. Я поспрашивал у ваших друзей тоже, и они так о нем отзываются. Положительный, позитивный, живчик, способный решить любые проблемы, не теряя при этом самообладание. Такой очень ясный, открытый взгляд. Это видно даже в видео и фотографиях, которыми ты сейчас делишься. Образованный, воспитанный. И даже Санат мне рассказывал, ваш друг, о том, что у него была ситуация в Соединенных Штатах, когда он нарушил какое-то там правило, его судили, и он сам себя защищал в суде и выиграл, и его не осудили. И я думаю, как так? Это что за... Как такое сочеталось в одном человеке, что он и рэп читал, и юристом был, и муж прекрасный, и отец прекрасный, творческий. Замечательный просто человек замечательный. Он, конечно, был просто душой компании. Все его друзья, а их очень много. И вот, знаешь, и у каждого, даже не только у друзей, просто мимо проходящих даже людей, которые видели его только однажды, могли поговорить с ним. Даже у них он остался в сердцах. Столько людей мне звонили, мы однажды с ним встречались, и тогда он произвел на нас такое впечатление, мы так вам соболезнуем. А друзья, они просто, ты знаешь, видимо, подобные к подобному притягиваются. и они все похожи друг на друга. Все очень искренние, настоящие. И даже после всего этого они доказали, что такое настоящая дружба, как они сплотились, какую они оказали нам колоссальную поддержку. Ты знаешь, они даже создали фонд девочкам для их будущего образования. то есть они ежемесячно отправляют туда деньги. Для Алиши и Амели. И я, честно говоря, была так удивлена, что вообще, в принципе, такое возможно. Что такая дружба бывает. Что такая дружба, и что они так его любят, и хранят о нем такую память. и я была, конечно, очень-очень растрогана этим. Я ему очень признательна, очень благодарна за эту любовь, которую они испытывали к нему, а он какую любовь испытывал к ним. То есть Азамат и его друзья, это было что-то неразделимое. И ты знаешь, у него была уникальная способность успевать везде. То есть он мог встретиться с друзьями, уделить им внимание, выслушать их какие-то предложения, может быть, какие-то проблемы, помочь кому-то. Он всегда старался помогать, и это отражалось во всем, буквально во всем, в мелочах и в каких-то крупных делах, к примеру, после всего этого к нам приходит имам, и он говорит, что Азамат на регулярной основе поддерживал медресе. Ты не знал об этом? Нет. Он накрывал на стол во время уразы, аузашар проводил. Совместно мы проводили какие-то благотворительные акции, тоже участвовали. Помню, как мы повезли мои все платья на продажу поддержку одной девочки, которая тоже боролась за жизнь. Он меня всегда, конечно, поддерживал, и мы скидывались и деньгами, в целом у нас есть чат фрэнс, и мы часто поднимаем какую-то благотворительную эту цель, да, и скидываем деньгами, постоянно на регулярной основе он всегда по кому-то старался помочь, чем мог. Если он мог помочь знаниями, он всегда это делал, если он мог помочь материально тоже, если он просто мог выслушать человека, к нему шли просто даже поговорить с ним, потому что заряжались от него энергией, он реально мог дать дельный совет, он мог человека вернуть обратно на землю, как говорится, иногда даже пенделей дать, то есть у него мудрый, да, он был очень мудрым и в нем сочетались такие качества, он мог быть отличным руководителем, у него был свой департамент юридический, но также он был отличным работником уже для вышестоящих людей, то есть они могли ему доверить, доверить все, он был правда правой рукой, для них это была конечно-то колоссальная утрата не только как работника, но и в целом человека, который просто заходил в кабинет, как они говорили, с этой улыбкой, с его платочком здесь, он всегда был такой педантичный в этом плане конечно балстучек, рубашечка белая, костюмчик и даже вычищенные туфельки всегда такой был очень выглаженный, главный занимался этим он сам, он сам себе рубашки кладил, как бы, да, конечно, в основном я, но в целом то, что человек мог сам о себе позаботиться. Послушай, ну помимо всего этого еще он потрясающе тебя любил. Меня очень любил. Потрясающе. Это видно сейчас, это видно было тогда, даже когда ты делилась, что ты просто была для него драгоценностью, которую он был готов окружить просто всей заботой, всей лаской, всей любовью. Это невероятно. Я очень счастлива, что я испытала это чувство и я не могу сказать, что я была любима. И я любила, просто всю себя ему отдала, все свое сердце, то есть я его так сильно любила. и он мне очень сильно любил. Я это знаю. И я пронесу это чувство и через всю свою жизнь я благодарна всем лучшим, что он дал мне эту возможность предчувствовать, дал прожить этот опыт. И я верю, что с девочками ждет очень светлое, яркое будущее, что мы с ними будем счастливы, потому что он дал ему эту ощущение защищенности. Он все делает рад. Я хочу еще раз тебя процитировать. Ты в конце января написала у себя в инстаграме нужно найти причину идти дальше. Это самое главное. Что заставит вставать по утрам? Что заставит улыбаться? Я даю себе время, я имею на него право. Сегодня я чувствую так, но завтра снова будет солнце. Я снова буду благодарна новому дню, потому что этот день мы с малышками проведем вместе и утром будем обниматься. Ты нашла причину, чтобы двигаться дальше? Моя основная причина это мои дети. То есть без них это было бы намного сложнее. Они каждый день заставляют меня смеяться, мы играемся. Но без этого никак. Ведь это маленькие дети, им нужно столько внимания, и у тебя просто не остается времени грустить. Единственное, первое время, конечно, когда они засыпали, было сложно мне самому, потому что я оставалась получается наедине со своими мыслями. Но сейчас это уже потихонечку пропадает. Видимо, на самом деле нужно время. И в целом то, что я к тебе пришла, это означает, что у меня появились хоть какие-то ресурсы, чтобы снова вспоминать это и снова переживать так, чтобы это не перешло в какую-то истерику. А я могла доступно рассказать все, как было, ответить на вопрос, отчего же умер, как это все было, и чтобы уже не возвращаться к этому. Потому что это очень тяжело. Я тебя очень благодарен сегодня за твою смелость, за твою искренность, что ты действительно проговорила все эти вещи, которыми тебя очень часто донимают. И, наверное, какое-то время еще будут, просто потому, что мы люди, это человеческая природа. Людям очень хочется знать это любопытство. И порой мы можем быть бестактны в том, когда мы требуем ответов, как мы требуем их. Я в завершении только хочу одного у тебя спросить. Ты знаешь, мы в прошлом году, не только наша страна, мир в целом, перенесли такое серьезное очень потрясение. И в результате пандемии очень много семей, к сожалению, лишились своих близких. Да, я очень сожалею и приношу тоже свои соболезнования. И я хотел у тебя спросить, так как вот ты этот процесс проходишь очень осознанно, ты работаешь над своими чувствами и так далее. Есть какие-то слова утешения, надежды, которыми ты могла бы поделиться с теми, кто тоже проходит через такой процесс и не может осознать, не может принять, не может двинуться дальше, может быть. Что бы ты могла сказать? Ты знаешь, когда это все случилось и я начала раскрываться, начало писать все эти наши истории, мне приходило в директ очень много сообщений с похожими ситуациями, где они теряли кормильца, теряли любимого, теряли супруга, и они все спрашивали моего совета, а я чувствовала, что я не имею права что-то им советовать сейчас, когда я сама не в ресурсе. Честно скажу, каждый день у меня всегда по-разному, и это нормально ощущать, каждый раз по-новому все это переживать, не бывает каких-то плохих эмоций, все не имеют места быть, и надо просто позволить себе это все пережить, и когда у вас появятся ресурсы, это нужно обязательно отработать, это я поняла буквально недавно, потому что до этого я всегда говорила, что я сама, я сама, я все сама сделала, все нормально, мне не нужен психолог, я же нормально, у меня тут дети, они мне самая большая отрада, оказалось, я просто боялась в это снова вернуться и окунуться во все это, у меня просто не было ресурсов, а сейчас у меня понемножку появляются ресурсы, и я обратилась просто к своей подруге по совместительству психологу, мне очень повезло, Екатерине, и мы с ней просто разговорились как подруги, и ты знаешь, она мне так помогла, буквально беседа на 15 минут, я ей рассказала, что меня сейчас гложет, что сейчас меня мучает, потому что сейчас у меня начали всплывать какие-то мои тараканы, основное по-любому человек винит себя, он найдет даже любую мелочь, за что себя обвинить, и с этим сейчас я работаю. Следующий раз, то есть опять я пропала на две недели или даже больше, накопила ресурсов, и снова ей позвонила, говорю, Катя, у тебя есть время? Мы с ней снова поговорили, она мне снова помогла, и я тогда поняла, что работа с психологом это оказывается что-то другое, это не просто ты рассказываешь своей подруге, да, ты выплеснула все, что у тебя на душе, но тебе нужна профессиональная помощь. Систематическая. Да, и ты должна, никто ничего ни к чему тебя не обязывает, просто ты когда чувствуешь сам, что ты готов, что ты хочешь над этим работать для будущего, для своего будущего, для будущего своих детей, чтобы у них была счастливая мама, чтобы она была постоянно в ресурсе для них же самих, чтобы у них была удовлетворенная, радостная мама, чтобы не было какой-то там зажатости, грусти в глазах. И это будет, конечно, но ты когда это отработаешь, это совсем по-другому. Поэтому я сейчас активно над этим работаю. Это моя главная задача дать своим детям счастливую маму. Спасибо, Алья. Спасибо. И я думаю, что так и будет. Так и будет. Спасибо тебе за твою смелость. Тебе спасибо большое. Да, это конечно. Вначале на вы, сейчас уже на ты. Настолько, ты знаешь, располагаешь вся вот эта атмосфера, твои глаза, насколько ты сопереживаешь. Я прям чувствую твою поддержку. И спасибо тебе огромное, что ты выслушал меня. Я знаю, это тяжело было, но ты сделал это. Это мне было не тяжело, потому что я, то есть это ничто по сравнению с тем, через что сейчас проходишь ты, но я очень, очень рад и поддерживаю тебя вот всеми своими внутренними силами в твоем процессе. И я очень рад, что мы познакомились. Я очень рад, что у нас есть общие и близкие друзья, которые были и друзьями Азамата. И я надеюсь, что это не последний наш разговор. Поэтому взаимно. Пусть и у тебя, и у Амели, и у Алиши все будет только хорошо, только светлое впереди. И, конечно же, память об Азамате, я думаю, она сделает их жизнь только ярче. Она поможет им выбрать правильных спутников. И рядом с ними будет мама, которая тоже, конечно же, чуть-чуть позже, но будет восстановлена, будет улыбаться, будет любить их еще сильнее. Спасибо тебе огромное. Спасибо за это. И спасибо вам огромное за то, что были со мной все это время, за вашу поддержку. Я все это ощущала. И это очень мне помогло. Спасибо вам, что вы не оставили меня одну и сопереживали нам. Спасибо, друзья, за то, что вы были сегодня с нами. Это был не самый простой разговор, но очень важный в это время не только для моих гостей, но, я думаю, и для огромного количества наших зрителей. Поэтому надеюсь, что сегодня что-то вам помогло стать чуточку ближе к восстановлению. Меня зовут Тимур Баламбетов. Увидимся очень скоро. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова